Знают они, что предсмертные стоны все огласят их родную страну. Знают они, что их дочери, жены будут томиться в позорном плену. Боже могучий, великий и правый, в битве последней ты нам помоги. Снова покрой ты Израиля славой, чтобы пред ним трепетали враги. Силы ж бери на последнюю битву, избранный Господом ныне народ. Слышит всесильный, нави на молитву, слышит, и помощь тебе низ пошлет. Ратья мореев пусть будет могуча, пусть они станут бороться, как львы. Видишь на небе, Израиль, там туча, это ведь помощь тебе, яговы. Вмиг над рассеянным жалким отрядом, жалких защитников этой земли, каменным, все сокрушающим градом, хлынет та туча. Израиль, в немли, слышишь? Там гром и отчаяние крики, слышишь? Там вопли лишившихся сил. Той яговар всемогущий, великий, ныне врагов всех твоих истребил. Ты же, доканчивай правое дело, В грудь беззащитных вонзая копье, И проходи их, страной ты смело, Все, что найдешь там, отныне твое. Лавров Битва над Гаваоном Рук Уж ночь близка, черна, Угрюма, как могила, Она ползет и мглой все кроет по пути. Остановись, небесное светило, Не угасай, Путь долгий впереди. Дай дня, дай света мне, Неведомая сила растет в уме моем, Кипит в моей груди. Остановись, небесное светило, Остановись, и путь мой освети. Торжественно звучал могучий глаз на вина, С благоговением народ ему внимал. Пред ним была степей безбрежная равнина, И угасавший день вновь чудно засиял. И двинулся он в путь. Ряды врагов редели, Смиренно перед ним бежала ночь и тень. Победы яркие над ним лучи блестели, И разгорался славы новый день. Блеск на небе необъятном Гаснет солнечных лучей. Ночь близка, а в поле ратном Не смолкает звон мечей. Кто остатки Амарея, Пришельцов еврейских рать, Сил последних не жалея, Продолжает истреблять. Кто от каменного града Ускакать вперед успел, Тот не ждет его пощада, Мертвым должен пасть от стрел. Смерть несущих тучей целой В беззащитных беглецов, Что с отчаянностью смелой Защищали край отцов. Но вот ночь, И от новина Может скрыться недруг злой, Покрывается равнина, Надвигающаяся мглой. И предратью всей победной Солнца отблеска быстрей Пропадет во мгле Бесследно побежденный Амарей. И тогда труды умножит Враг отчаяния льва. Нет, на вину Вновь поможет всемогущий Ягова. Только б день продлить И битву привести скорее к концу. Вся надежда на молитву Всемогущему Творцу. И воскликнул Вось со стоном, Взор бросая в небо ввысь. Солнце, стой над Гаваоном, И луна, остановись! И исполнилось. Покорный Воле высшей неземной, Освещает бой упорный Ночью Яркий свет дневной. Девора Иссяклики солнские волны, Пески пустыни, пыль веков Легли на скаты берегов, Когда-то жизни юнной полны. Кругом шумевшие леса Объяты мертвенным покоем, И голубые небеса Калят палящим, жгущим зноем Угрюмый камень гробовой, Колонн, обломок, пень дуплистый, Упавший башни пол кремнистый, Поросший мохом и травой. Останки были вековой. И ночью, робкою стопою, Приходят призраки толпою На эти мрачные места. Давно безжизненные очи Уныло блещут в мраке ночи, Давно недвижные уста Беззвучной речью задрожали. Вот, словно яркий отблеск стали, Сверкнул под деревом в пыли, Косматый шлем мелькнул вдали. Запястье мягкий звон порою Несется с легким ветерком. Чедра с развитую фотою Белеет в сумраке ночном. И над унылою гробницей Несутся длинной вереницей Толпы таинственных теней. Чей прах покоится под ней? Зачем так жалобны все взоры, В устах протяжный стон звучит? Останки мирные деворы Гробница ветхая хранит. Была пора, войной кипучей Сыны Ассора притекли. В поля израильской земли Со скатов гор волной гремучей Разгулен, буйный жесток, Их дикий бешеный поток Гремя в долины низвергался, И смутой мрачной разливался, И страх и гибель разносил Во все концы земли плененной. И много жизни, много сил Поток враждебный затопил Своей волною иступленной. Была весна, но средь полей Не пели пахари над Нивой. Под зноем долгих летних дней Не шли ряды жнецов по ней Толпой веселой и шумливой. Но не за тем, что мирный сын Лугов и пажитей зеленых Ушел с родных своих равнин Средами ракей ополченных В простор и даль иных полей В защиту родины своей. Увы, потоками, реками Текла родная кровь кругом, Но пред могучими врагами Стоял с недвижными руками Народ в бессилии немом. Разломан щит его старинный, Заржавел меч в ножнах стальных, Седой покрытый паутиной Ряды знамен его святых. Не слышно вещих слов пророка, Не слышно голоса вождя, А волны вражьего потока Текут нещадно и жестоко, Все разрушая и губя. В те дни, объято силой дивной, Негодование полна, Восстала женщина одна, И голос женщины призывный С высот и премовых скал Раскатом громким прозвучал. Тебе венки, тебе трофеи, Победный ангел иудеи, Тебе хвала и гимн звучат, И в звуках вещих песнопений Сыны грядущих поколений Деворы имя возгласят. Она звала, и к ней толпами Со всех концов родной земли На клич призывный шли и шли Крутыми горными тропами, Песком, пустынь и лоном вод Сыны пределов отдаленных. Народ восстал, воскрес народ, Рядами рати ополченных, Отважных, мстительных дружин, Кипит, шумит простор долин У ног державного фавора. Пусть враг силен, Что горе в том, Девора с нами, мы идем, Хвала тебе, хвала Девора, Господь пред знаменем твоим Грядет и дышит грозным мщеньем. Ассор бежал, И вслед за ним, Кипя клокоча истреблением, И силой буйной и живой Войска Деворы устремлялись. Копыта конские ломались От бега рати боевой. Тебе венки, Тебе, трофеи, Победный ангел иудеи. Ассор бежал В лесах дремучих, Среди песков, Пустынь горючих, На дне потоков и стремнин, Среди полей чужого края, Зверям и птицам оставляя Остатки жалкие дружин. И, бросив щит и меч суровый, Покоем радостным полна, Освобожденная страна Воскресла к силе, К жизни новой. Пришла весна, И средь полей Свободной родины своей Запели пахари над Нивой. Настало лето, И в поля Серпами острыми звеня Пришли жницы Толпой шумливой. Под пальмой старой на горе, Рисуясь в ярком серебре Ручья, что тихо пробирался Среди цветов И вдаль полей По скатам горным Устремлялся Струей зеркальной своей, Шатер Деворы возвышался. Под сень шатра К горе святой Внимать пророчицы толпой Сыны народа приходили В благоговении немом. Шли годы. Сорок лет кругом Любовь, покой И мир царили В полях израильской земли. Прошли года. Века прошли. Истякли киссонские волны, Песок пустыни, Прах веков Покрыли скаты берегов. Когда-то жизни Буйной полны Кругом шумевшие леса Объяты мертвенным покоем. И голубые небеса Калят палящим, Жгущим зноем Унылый камень гробовой, Колонн обломки, Пень дуплистый, Упавшей башни полкремнистый, Обросший мохом и травой, Останки были вековой. Рицца охраняет Тела сыновей. Чумина. Тишина. Объемлет землю Призрачная мгла. На крестах белеют Странно Мертвые тела. Чум. Пронесся тихий ветер, Словно чей-то стон. О, не бойтесь, Ваш последний, Охраняя сон, С вами я, Сыны родные, В этот страшный час. Я, как прежде в колыбели, Охраняю вас. Вот шакал подкрался тихо. Прочь отсюда, прочь! День и ночь Всегда я с ними, С ними день и ночь. Никому до них коснуться, Ни лесным зверям, Ни стерятникам, Ни гадам Никому не дам. Пусть они, Сыны Саула и мои сыны, Искупившие безвинно, Гнет его вины. Пали жертвой за Израиль, Пусть они своей Страшной смертью Спасают тысячи людей. Сердцу матери ужасен, Непонятен он, Без пощадного возмездия Роковой закон. Дождь и ветер, Все темнее призрачная мгла, Все зловещее белеют На крестах тела. И одна здесь, Сторожу я У подножья скал, Чтобы их не тронул Ворон и ночной шакал. Вновь я слышу Тот же голос, Он зовет меня, И во тьме глубокой ночи, И в сиянье дня, О, засните, Песню тихой В этот страшный час Убаюкаю я снова, Укачаю вас. И сыны под голос бури Крепко могут спать, Если бодрствует над ними Любящая мать. Фрукс, Экклесиаст, Яркое солнце К закату склоняется, Сумерек бледные тени Тихо проникли В просветы оконные Мраморной царственной сени, Под колоннадой сидит он, Сребристые кудри На плечи спадают, Думай глубокою, Думай печальною, Тусклые очи мерцают. Все я изведал, Чем сердце пленялось, Шепчет он с горькой тоскою, Лучше рвал я цветы наслаждения, Сильной и дерзкой рукой. Роскошь, могущество, Власть безграничная, Робкой толпы поклонения, Все суета, Суета бесполезная, Духа больного томления, Тесны пределы могилы таинственной, Сумрак и сон бесконечный, Нищему снуя под пышной гробницей, Некогда гордые, Беспечные. Годы пройдут, И могущество властное Ляжет под грудой обломков, Тихо угаснет и слава лучистая В памяти поздних потомков. Так наслаждайся же юности, юноша, В неге любви и похмелья, В шуме и трепете пира кипучего, В бешеном вихре веселья. Годы, мгновенья, Как ветер проносится, Прошлому нет возвращения. Все суета, Суета бесполезная, Духа больного томления. Солнце исчезло за гордой вершиною Темной громады Хермона. Вечер мерцает на бледном, Морщинистом, Грустном челе Соломона. Старец державный склонился Над хартией, Грустной, седой головою. Грёзы минувшего счастья Проносятся Яркой и пестрой чередою. Фруг Суд Соломона На заре тех дней счастливых, Что настали для Сиона, Дней могущества и славы С воцарением Соломона. В зале царского чертога Две жены на суд предстали. В этот час в блестящем зале Пир веселый шел. Сверкали межколоннами лампады, Дым курильниц благовонных Над гирляндами клубился, Хор гремел. В стопах граненых В дорогих сосудах Вина золотились и сверкали. В круг царя На пышных ложах Гости мирно возлежали. И властитель Сладкой кроткой Пир прервав И ставши с трона Молвил женам Я внимаю Что вам, дочери Сиона? О, могучий повелитель! Так однажды и жен сказала. Мать несчастная с мольбою Пред лицо твое предстала. С этой женщиной жестокой Под одним покровом жили И в одну неделю обе Первенцев твоих родили. Сын ее Скончался вскоре И тайком к моей постели Ночью позднюю подкравшись Моего из колыбели Унесла она Оставив Жалкий труп Немой и бледный. О, великий царь мой! Сжалься! Сжалься на дробыне бедной! Нет! Воскликнула другая Вслед за нею с громким стоном И обильными слезами Повергаясь перед троном. Нет, великий царь! Неправда! Это сын ее скончался! Царь стоял Пытливым взором В лица женщин он впивался. Принесите меч! Он молвил. Меч приносит. Рассеките пополам Дитя живое И меж ними разделите. Но едва Успел промолвить Царь жестокое решение Страшный дикий вопль Раздался Крик безумного мучения Огласил черток блестящий. Нет, могучий царь! Не надо! Не губи ребенка! Лучше Ей отдать его я рада Лишь бы Жил он Мой малютка! Так одна из жен молила Возвратите ж ей Живого Молвил царь Святая сила Правды вечной Да послужит Мне опорою Для трона Крик восторга Был ответом Этой речи Соломона Григорович Смерть Витильского Пророка Когда нечестье Иераваама Послание Господа Сурово Обличил По слову Иеговы Пошел домой Он прямо И в доме У царя Он пищи Не вкусил Но увещанием Маститого Пророка Поддавшийся К нему Решился Он зайти И покарал Господь Ослушника Жестоко Лев Погубил Пришельца На пути И старец Труп его Увидел На дороге Над ним Свершивший Казнь Стоял Недвижно Лев И старец Зарыдал В смятенье И тревоге И ужасом Его потряс Господень Гнев Печалью Искренней Земле Он предал Тело В гробнице У себя Сказав Ты нам Своим Когда Достигну Я Житейского Предела Меня Земле Придайте Рядом С ним Исполнятся Во всей Пророческой Их Силе Слова Которые Уста Его Рекли И сокрушатся Капища В Вифиле И будут Сметены Навек С лица Земли Козлов Илья Поражает Жрецов Ваала Позвал К себе Ахав Илью Пророка Сказав Ему Да коли Будешь Ты Смущать Народ Израильский На это Сказал Илья Не я Его Смущаю А ты И дом Отцов Твоих Который Презрев Творца Идет Ваалу Вслед И собрались На гору Кормил Четыреста Вааловых Пророков И столько Жи Дубравных От щедрот Питавшихся Самой Изавели И так Илья Сказал Тогда Народу Да коли Вам Хромать На обе Ноги Когда Господь Воистину Есть Бог Последуйте Ему Когда Не Бог Он Последуйте Учению Ваала И ничего Не отвечал Народ Он Продолжал Их тут До восьмисот И я Меж ними Один Пророк Господень Пускай Они Возьмут Себе Тельца И Растекут И на Костер Возложат Но Только Пусть Огня Не Зажигают А Я Тельца Другого Изберу Тогда Они Пусть Вознесут Моленья Своим Богам Я Богу Своему И чей огонь Падет На всесожжение Воистину Быть Господом Тому И сделали В безумном Бесновании Кричали Те Услыши Нас Ваал Но Не было От Бога Послушания И без Ответа Зов И Замирал Тогда Илья Поставил Пред Собою Свой Жертвенник И Возложил Тельца И Ров Кругом Наполнивший Водою Призвал Он Имя Господа Творца И Пал Огонь И тем Огнем Небесным Пожрало Все И Жертву И Дрова Поражены Видением Чудесным Вскричали Все Велик Наш Игова Велик Господь И Бога Нет Иного И Были Все Жрецы Отведены К Шумящему Кессону И Сурово Пророческой Рукою Казнены Мерзляков На Разрушение Вавилона Свершилось Нет Его Сей Град Гроза И Трепет Для Вселенной Величие Памятник Надменный Упал Еще Вдали Горят Остатки Роскоши Полмертвой Тиран Погиб Тиранство Жертвой Замолк Торжесть И Славы Клич Ярем Позорный Прекратился Железный Скиптор Переломился И Сокрушен Народов Бич Таков Ягова Царь Побед Таков Предвечный Правды Мститель Скончался В муках Наш Мучитель Иссякло Море Наших Бед Воскресла Радость Мир Блаженный Подвигнулся Ливан Священный Главу Подъемли К небесам В восторге Кедры Встрепетали Ты Умер Наконец Вещали Теперь Чего Страшиться Нам Трясется Ад Сомненья Пол Тебя Сретая В мрачной Тени Бегут Испуганные Тени Как В бурю Сон Мы Белых Волн Цари Герои Царств Прошедших Стоят С престолов Потемневших Чудовище Земли Узрев Как Ты Равнявшийся С богами И ты Теперь Сравнялся С нами Не думав Вечно Умереть По что Теперь Тебе Во след Не взял Ты Ничего С собою Величие Пышность Не дерзает По что Теперь Не услаждает Твою Надменность Звук Побед Как Тень Исчезла Пред Тобою Волшебство Льстивых Светлых Дней Ты В жизнь Копил Себе Мучения Твой Дом Есть Ночь Твой Одр Гниенья Покров Кипящий Рой Червей Высоко На горах Небес Кветила Гордая Блистала Вчера 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 Взоры Ослепляла Сегодня Смотрят Блес Исчез Вчера Смирял Народы В страхе Смирен Сегодня Леет В прахе Вчера Мечтал С собою Ты Взнесусь Пойду Над облаками Поставлю Трон Между Звездами Попрусь Его На высоты Простру Повсюду Гнев И страх Устрою Небеса Чертогом И буду В них Всесильным Богом Изрек И превратился В прах Абрамов Нашествие Халдеев Вопли Рыдания В Сионе Враг Подошел Как и в старь Плачет В чертоге Высоком Гордый Сидекия Царь Плачет И чует Что в битве Встретит Врагов Ныне Тьму Плачет И стало На сердце Тяжко И горько Ему Чует Настала Расплата Чует И сердце Дрожит Сладкая Видит Надежда Быстро Из сердца Бежит Чует Не будет Пощады Царскому Сердцу Его Чует Лишит Победитель Лучшего В мире Всего Не к святыне Жалок Несчастный Народ Стан Свой Разбил Беспощадный Враг Усионских Ворот Нет Пусть Велик Ты И славен Гордый Израиля Царь Ниц не Падет Докона предал ныне смерти злой. И не высится Сиона замок гордый вековой. За грехи перед святыней, что свершали все колено, всеми ужасами плена, как и прежде было, ныне вновь Израиль весь томим. Край родимый стал пустыней. В прахе Иерусалим. Добр всесильный Иегова присылал он издалека к нечестивцам всем пророка, чтобы приговор суровый им вещая их сберечь. Но напрасно сила слова и пророческая речь. Все погибло, нет народа. И при виде этой казни пред врагами без боязни плачет, что ему невзгода, коль народа не сберег. У разрушенного входа громко Господа пророк. В диадеме и Порфире, прославляемый как Бог, и как Бог единый в мире, весь с собой на пышном пире наполняющий чертог Вавилона, Неневии, царь забрашный возлежит. Что же смолкли вдруг викии? Смолкли звуки мусикии? Сложа царь вскочил, глядит, словно светом проскользила наверху пред ним стена. Кисть руки по ней ходила, и огнем на ней чертила странной формы письмена. И при каждом начертанье блеск их ярче и сильней, и как в солнечном сиянье тусклым кажется мерцанье пирных тысячи огней. Поборов оцепененья вопрошает царь Волхвов, но Волхвов бессильно рвенья не дается им значения на стене горящих слов. Вопрошает Даниила И вещает Даниил В Боге крепость, царств и сила Длань его тебе вручила Власть, и им ты силен был Нас царями воцарился Страх и трепет был земли Но собою ты наднился Сам себе ты поклонился И твой час пришел Внемли эти вещи три слова Нет, о муза, нет, постой Что ты снова их и снова Так жестоко, так сурово Выдвигаешь предо мной Что твердишь, о горе, горе В суете погрязший век Без руля на бурном море Сам с собою в вечном споре Чем гордишься, человек В буйстве мнящей быть и Богом Сам же сын его чудес Иль не зришь в теченье многом Над своим уж ты порогом Мани, Текел и Перес Чумина Пир Валтасара Пирует царь Сатрапы в ряд Трон Валтасара окружают Огни бесчисленных лампад С собой чертоги озаряют На недостойном празднестве В сосудах пенится Священных и посвященных Ягове Виноязычников надменных Вдруг На одной из стен О чудо Все видят руку И она Явясь неведомо откуда Чертит Пред ними Письмена И ужас Чувствуя глубокий Дивились люди В той руке Чертившей Словно на песке Свои таинственные строки И Валтасар Бледнеет вдруг Пред непонятным приговором В лице В очах его Испуг И молвит он С тревожным взором Людей мудрейших И волхвов Позвать сюда Без замедления Пусть объяснят они Значения Прервавших пир Волшебных слов Волхвами славится Халдея И мудрый опыт Их глубок Но тут стоят они Бледнее Пред тайной Этих дивных строк Из Вавилона Старец вещи С другими старцами Предстал Но смысла Надписи зловещей Никто из них Не разгадал Тогда томившийся В неволе Какой-то пленник молодой Открыл Покорной царской воле Значение Тайны роковой Что было вещами Устами С закатом дня Возвещено За утро С первыми лучами Сбылось Воочию Оно Падут Твердыни Вавилона Не отвратим Судьбы Удар И с высоты Надменной Трона Сойдет В могилу Валтасар Могильный Саван Непорфира Собой Оденет Царский Стан Его престол Во власти Кира Уврат его Войска Медян Чумина Исцеление Бесноватого Безумным Для исцеления Вели В селениях И на дорогах И в городах И в синагогах Он Откровения Свои Завет Евангельской Любви Вещал Народу В страхе Диком Безумный Бился Перед ним Со взором Ясным И благим Склонился Он Над страшным Ликом И Искаженные Черты Подобьем Прежней Красоты Мгновенно Тут же Озарились Уста Смеженные Раскрылись И Прославляя Бога сил Немой Прид ним Заговорил И Пораженные Твердили В толпе О чудо Из чудес Лишь Фарисеи Возопили Благодаря Бесовской Силе Был Назареем Изгнан Бес Глинка Блудный Сын Сын Молодой Сказал Отцу Мне Жить С тобою Нет Охоты Мне Тяжкие Сельские Работы Еще Я Света Не Видал Отдай Наследное Именье Отдай Отец Мою Мне Часть Я Над Собой Имею Власть И В свете Жить Найду Уменье Он Взял И Продал Свой Удел И Полетел В Страну Далече И Стал Себе Он Господин Мечты И Страсти Заиграли Как Искры Радости Сверкали И Мнимый Сердце Властелин Он В область Кинулся Забавы И И Вьется Рой Друзей Лукавых Кругом Беспечного В Перах Он Сладко Дремлет На Коврах И Тирские Раскинув Ткани Он Лести Собирает Дани И Я Угощаю И весь затрепетал, и цепенел, и колебался. Но кто над нищим улыбался и сердцу сердцем говорил? Кто окропил его слезами и столь знакомыми руками Свои объятия стеснил? Отец! Он здесь, и все забыто, тиха душа, как светлый мир, И ожил грусти убитый, и зашумел веселый пир. Когда ж и я, дитя неволе, из знойных жизни сей степей, Из сей туманной юдоли, сломив кольцо земных цепей, К тебе, небесный, возвращуся, и на пути в твой светлый дом, Покрытый прахом и стыдом, перед тобою поклонюся, Благий Господь мой и Отец! И грусти не сдержав обильной, я здесь воскликну наконец, Я пред тобою, Боже сильный, я блудный сын, ты судья. Средь ангелов твоих немею, и повесть рассказать не смею Тебе земного бытия, но в царстве смерти и порока Среди горящих мертвецов я зрел душой, твой дом высокий. Я весь был грусть и весь любовь, И не нашел любви взаимной, и утомленный от тревог, Приют страстей покинув дымный, вхожу в веселый твой чертог. Еще в земной моей печали мне о любви твоей сказали Твои, святые небеса. Ах, повели Отец мой вечный, да прирожденный грех сердечный Омоет горняя роса, да совлекут с меня оковы, Что нажил я в житейской мгле, да поживу с тобой я новый И позабуду о земле. Лазарь и богач Был муж надменный и богатый, Одетый в пурпур и весон, Взывал гостей избранных он в свои роскошные палаты, Где разливали ароматы ряды курильниц золотых Среди чертогов расписных. Жил в городе и лазарь нищий. Он не имел угла и пищи, Приют отщетно он искал, Покрытый струпьями проказы, Его чуждались, Страх заразы Всех от страдальца удалял. Перед сияющим чертогом Во время зимних непогод И знойным летом у ворот Лежал он в рубище у богом. Богач был скуп, И для затей, Счезлавья рады, Ради и причуды, Для угощения гостей Он не жалел сокровищ груды. Его растрогать не могли Стинанье лазаря и сдохи, И тот, У псов его, В пыли Оспаривал порою крохи. Но Час настал, И двери гроба Открыть обоим Смерть пришла. И безразлично Трупа оба Земли холодная утроба Под свод могильный Приняла. Скончался нищий, Для него Страдания кончились, И прямо Вознесся в небо В дух его. На лоне светлом Авраама Он опочил. Своей судьбы Не избежал Богач-вельможа. Близ разукрашенного Ложа Столпились Братья И рабы, Но лица Их не выражали Ни сожаленья, Ни печали. И, Кончив Горестный обряд, Делить именья Братья встали, И каждый Был Наследству Рад. Где все Утехи, Вся Отрада, Где Счастье Твое Богач, Черток Твой Ныне Место Смрада, Где Вечный Скрежет, Вечный Плач. И, Мучась В пламени Жестоком, Издалека Богач Взирал На Чудный Рай, Где За потоком, На месте Злачном И Высоком Убогий Лазарь Обитал. Помилуй, Отче Авраами, Всего Меня Сжигает Пламя, Ко Мне Ты Лазаря Пошли, Перстом Омоченным Водою, Хотя Бы Каплею Одною Мне Остудить Язык Вели. Но Тот Сказал Ему, О, Чадо, Своё Былое Вспомини, Ты Наслаждался В эти Дни, Вся Жизнь Твоя Была Отрада, Томишься Ныне Ты В огне, А тот Бедняк Лишённый Пищи Убогий Лазарь Лазарь Нищий Вкушает Радости Одни. Глубокой Бездной Безвозвратно Разделены Мы, Не Не Пройти От Вас Сюда И К Вам Обратно От Нас, О, Сын Мой, Нет Пути. Еще Пять Братьев Я Имею, Богач Терзаясь Умолял. О, Если Б Лазарь Им Сказал, Как Жажду Их Душою Всею Я Остеречь, Дабы В огне Им Не Страдать Подобно Мне. Что Лазарь Им, Когда Имея Закон Священный Моисея, Все Беззаконствуют Они. К Ним Были Посланы Пророки, Им Были Знамения Даны, Но Так Ж Лживы И Жестоки Народа Божия Сыны. И Если Б Мертвые Восстали, Вещая Истины Слова, И Им Поверили Б Едва Ли Затем, Что Вера Их Мертва. Жуков Изгнание Торговцев Из Храма Он Шел, И Вслед За Ним Бежал Народ Исполненный Надежды, И Путь Цветами Осыпал, И Постилал Свои Одежды, И Он Рассея В светом Тьму, Вошел В столицу Утром Рано. Народ Предшествовал Ему С живыми Криками Асанна! Его Никто Узнать Не мог. Все Вопрошали, Кто Жи Это? Народ Ответствовал, Пророк, Пришедший К нам Из Назарета. А Иисус Вступил Во Храм, Он Взором Торжище Окинул И Разогнал Торговцев Там И В скамейке Опрокинул. И Приступили В храме Том К нему Слепые И Хромые И И Исцеленные Христом Познали Истины Святые. Богословские Окружен Учениками Иисус Вошел Во Храм Храм Наполнен Торгашами Раздаются Шум И Гам Под Его Священным Сводом И В толпе Между Народом Где Расставлены Столы Бродят Овцы И Валы И Христос Окинул Взором Что Во Храме Он Застал Возмущен Таким Позором Он Торгующим Сказал Все Отсюда Изнесите Дом Молитвы Храм Творца Дом Небесного Отца Домом Купли Не Творите О Сколь Ум Ваш Дряхл И Слеп Вы Святыню Оскорбили И В Разбойничий Вертеп Дом Господень Превратили И Из Вер Вебич Он Взял И Торгующих Изгнал Мы Не Водим В Храм Священный Ныне Козлищ И Тилиц И Рукою Дерзновенной Не Приносим Голубиц Мы Как Пенежники В Храме Не Сидим Теперь С Весами Не Меняем Там Злотниц Внешне На Он Мук Совести Грозных Не Ведал И Учителя Дивного Предал Он К Нему Подошел Без Стыда Нетомимый Душевным Страданием И Как Прежде Бывало Всегда Он Приникнул Нему С Целованием И Звучит Тьмой Ночною Сокрытый Поцелуй Тот Змеи Ядовитой Он Учителя Тем Предает Власть Врага Кровожадно Свирепого И Кричит Иступленный Народ Весь Исполнен Восторга Нелепого К Иисусу Протянуты Руки Неизбежны Спасителя Муки А Предатель Призренный Он Тут Он Во Власти Еще И И И Глядит Как Толпой Уберут Что Разбойника Злого Учителя Жуков Иисус В Гефсимании И Иуда Предатель Уж Давно Ночная Тень Тучу Черную Сгустилась И Сменив Усталый День Ночь На Землю Опустилась Сном Забылся Мир Страстей Но В пустыне Необъятной Где-то Слышен Звон Мечей Где-то Слышен Говор Внятный В это Время Полный Слез Сердце Чувствуя Тревогу В Чувствам Страсти И Любви К Злату Тленному Волнуем Он Промолвил О Равви Предал Бога Поцелуем От Отречение Петра Когда Тебя Тебя Заметил Я Там В саду И Ты Был С Ним И Ученик Христа Томим Тревогой Тайною Ответил Нет Нет До Нынешнего Дня Клянусь Его Не Видел Я И Трижды Это Отречение Он Произнес И В то Мгновенье Когда Он Смолк Бросая В круг Свой Взор В тревоге И Смущенье Невдалеке Пропел Петух И Внем Лит Петр Дрожит Бледнеет На Грудь Склонилась Голова Он Вспомнил Вещие Слова Петух Едва Пропеть Успеет На Утро Рокового Дня Ты Отречешься От Меня Михайлова Тьма Еще Был Час Шестой В Исходе Но Надвигалась Тяжела Удушливо Ночная Мгла И Ужас Царствовал В Народе И В Надвигающейся Тьме Кресты Чернели На Холме Зловещим Призракам Казалось От Них Повсюду Разливалась Весь Мир Окутавшая Мгла Христос Тогда Христос С Предсмертной Муки Возвал Предвидя Смерть Свою Тебе В Твои Святые Руки Мой Дух Я Отче Предаю И И Молвив Это И Спустил Сын Человеческий Дыхание И Содрогнулось Ни Раздание И Землю Грешную Укрыл Собою Мрак Зловещий Грозно И Люди Поняли Но Поздно Своей Безумной Слепоте Кто Был Распятый На Кресте И Чьей Вины Во Искупление Приял Он Смерть И Поношение Михайлова Тьма Еще Был Час Шестой В Исходе Но Надвигалась Тяжела Удушливо Ночная Мгла И Ужас Царствовал В Народе И В Надвигающейся Тьме Кресты Чернели На Холме Зловещим Призраком Казалось От Них Повсюду Разливалась Весь Мир Окутавшая Мгла Христос Безмолвствовал С Чела Кровавый Пот Не Падал Боли И Он Покорный Божьей Воле За Человечество Страдал Но Час Девятый Руки Мой Дух Я Отче Предаю И Молвил Это И Спустил Сын Человеческий Дыханье И Содрогнулось Мирозданье И Землю Грешную Укрыл Собою Мрак Зловещей Грозно И Люди Поняли Но Поздно Своей Безумной Слепоте Кто Был Распятый На Кресте И Чьей Виново Искупленье Приял Он Смерть И Поношение В Потерянном Раю Полонский Уже Впервые Дымной Мглою Подернут Был Эдемский Сад Уже Пожелкнувшей Листвою Усеен Синий Был Ефрат Уж Райская Не Пела Птица Над ней Орел Шумел Крылом И Тяжело Рычала Львица В Пещеру Загнанной Львом И Озирал Звой Дух С Презрением Добычу Смерти Пышный Мир И Мыслил Смертным Поколеньем Отныне Буду Я Кумир И Вдруг Он Видит В Райской Сене Уязвлена Омрачена Идет Подобно Скорбной Тени Им Соблазненная Жена Невольно Прядью Коз Волнистых Она Слегка Прикрыла Грудь Уже Для Помыслов Нечистых Пролег Ей В душу Знойный Путь Кирая Небес Канула Киномаке темноцветном, Чуть искрилась роса на зелени травы, Под зонтиками пальм дремали грустно львы, И было грустно все в молчании неприветном. Впервые человек под кущами Эдема Не грезил светлым сном, Он был теперь далек от рая своего, И сумраком тревог полна была его мучительная дрема. Он понял гнет забот и ужас суеты, Он в холоде дрожит, томится в зной и стомой, И в робкой тишине, смущаясь темноты, Спешит разжечь костер спасительной соломой. И с тайной завистью он устремляет взор туда, Где лес родной синеет, помывая, Где прихотлив цветов пестреющий убор, И где капризен так волшебный очерк гор. Туда, в тот ясный мир потерянного рая, Но там у светлых врат утраченного мира Стоят два стражника, И блещут их мечи, Как две святых звезды, Упавшие с эфира, Как две тюремные свечи. Фофанов, жертвенник Авеля Не первый раз над хмурой землею Свершала осень грустный свой обход, И крыло дол, увядшие листвою, И тучами темнила небосвод. Не первый раз во мгле сходили зори, И наливались сочные плоды, И бушевало бешеное море, Как вольный конь незнающий узды. Не первый раз свою сбирая жатву, О теплых днях молился человек, И приносил торжественную клятву Своим полям не изменять вовек. Но в первый раз под небом увидали Безмолвный труп, лежащий на земле. Все смертные в испуге и печали Теперь сошлись. В завечеревшей мгле Еще дымилась жертвенника в пламя, Треща огонь по сучьям пробегал, И легкий дым, как призрачное знамя Туманной завесой трепетал. И сиротливо жертвы догорали, И не было жрецов по алтарей. Один бежал и скрылся в темной дале, Другой лежал недвижим, без речей. Был странен лик усопшего, Безмолвный он сохранял величие и страх. В густых кудрей разбросанные волны, Как мягкий лен, темнели на плечах. И на челе таинственная дума Светилася загадкою уму, И на устах, сомкнувшихся угрюма, Блуждал вопрос неслышный, Почему? Все стали звать умершего собрата, Но он был нем, неумолимо нем. Он улетел от жизни без возврата, Он улетел. Куда? Зачем? Не встанет он на них взглянуть приветно, Уж подходил заплаканный отец, Брал за руки, взывал к нему, Но тщетно был недвижим Невнемлющий мертвец. И мать к нему склонялась, орыдая, Чтобы согреть хладеющую грудь. Напрасно все, дышала ночь немая, А сын ее не мог теперь вздохнуть. И ужас всех наполнил непонятный, И тайный страх оледенил сердца. Казалось им, свод неба необъятный, Сейчас падет, чтоб спрятать мертвеца. Но было все торжественно в природе, Спокойных звезд лазурные огни. И клик от старь, в алмазном хороводе На жертвенниках плели головни, Плыл литерок по дремлющим вершинам, Дрожала зыбь в серебряной реке, И оглашался вздохом соловьиным Эдемский сад, темневший вдалеке. Тюмина, уход из Харана Сказал Господь, С родимою страною Расстанься ты И дом отцов покинь, Через пески сыпучая пустынь Ты в новый край последуешь за мною. Иди, И род я возвеличу твой, Там слава ждет, Там ждет его свобода, Родоначальник нового народа Земных племен Ты явишься главой. Благословен тебя благословящий, Весь род земной благословен в тебе, И всяк тебе обиду наносящий, Тем навлечет проклятие себе. И, будучи в годах уже преклонных, Покорно внял Всевышнего словам, В путь собрался с семьей Авраам, С собой взяв рабов приобретенных. И были с ним жена его и лод, Громадная стада их и рыблюды, Несущие узорных вьюков груды, Все двинулось в далекий переход. С надеждою и смутною печалью Вступил в пески пустыни караван, Стремясь туда, Где за волнистой далью Неведомый скрывался Ханаан. Чумина Авраам приносит в жертву Исаака. Испытывая веру Авраама, Сказал Господь, Возьми дитя свое, Любимого, Единственного сына, И на одной из отдаленных гор, Которую я укажу тебе, Ты принесешь его На всесожжение. Заутро встал зарею Авраам, И сына взял, И взяв еще с собою двух отроков, Он оседлал осла, И в дальний путь отправился немедля, Куда Господь его направил сам. И вот, прибыв на место, Отпустил он отроков, Его сопровождавших, И хворост не стрелил он Исааку, А сам взял нож И жертвенный огонь. И сын сказал, Огонь для всесожжения И хворост есть, Но где же Агнец тот, Которого мы Господу приносим? Но Авраам ответил, Не колеблясь, Себе Господь сам Агнца изберет. И, возложив единственного сына На жертвенник, Он лезвие ножа занес над ним, Когда Господень ангел Явился вдруг И руку удержал, Готовый нанести удар смертельный, И раздался божественный глагол, Остановись, Не поражай его, Благословение Божье над тобою, За не ему ты в жертву принести, Не пожалел единственного сына. Вступай, И в дом ты с миром возвратись. И, выслушав Господне повеление, Перед собой увидел Авраам В кустарнике неподалеку Овна. Заклав его, принес его он в жертву, И, вознеся Творцу благодарение, На той горе, указанной Всевышним, Где слышал он божественный глагол, Обратно в дом он с сыном отошел. Красницкий Авраам приносит в жертву Исаака Любимый, милый сын, Подруги, милый сын, Что в жизни целый был всех краше и дороже, Что старцу средь людей опорой был один, И вдруг расстаться с ним навеки, Боже, Боже, На склоне долгих лет остаться одному, О, пусть бы свет погас, Чтоб не бедать через тьму, Как вздрогнет под ножом израненное тело, Как трепет пробежит последний по нему, И вздох послышится души о сиротелой. Все разом потерять, чем дорог был так свет, И пережить за миг ужасное страдание. Но, может быть, его, Нарушив тот завет, спасу от смерти я. Завет нарушить? Нет, прочь мысли черные, Сомнения, отрицания. Нет в сердце места вам, Измученным моем. Всевышнего должно исполнить приказание. Пойдем, мой милый сын, Пойдем. Скорей, пойдем. Уверен я теперь, Не дрогнет старика Во славу яговы поднятая рука. Как часто с той поры на сердце человека Вступал в суровый долг В тяжелую борьбу С сердечной жалостью, Врожденную от века, И сердца кроткого Он заглушал мольбу. Блажен, кто не терял для долга Силы новой, Блажен, чей в жизни Путь безгрешен был и прям, Блажен, кто до конца Исполнил долг суровый, Как некогда Его исполнил Авраам. Лавров, гробница Сарры, Чумина. Сарры нет на свете, Тихою стопой Смерть подкралась, Словно к золоту скупой, И от Авраама Вмиг унесена Нежная голубка, Верная жена, Многих лет подруга, И в могилу с ней Старец погребает Счастье многих дней. Старец пал бы духом, Но ему помог Перенесть потерю Всемогущий Бог. В долине Мамрийской В глубокой пещере Жены Авраама Покоится прах, И Старец скорбит О великой потере, Склонясь на ступени Слезах. Сыной дорогой У князя Ефрона Купил он свой первый Участок земли, И тут для журчащего Тихо Хеврона Усопшую Сарру Они погребли. В простертую нишу Опущено тело, Окончился Жизненный путь Для нее, И место жены Навсегда Опустело В шатре Господина ее. И Старец маститый Поникнул главою, Провидит в грядущем Немеркнущий день, Когда призываем На суд Яговою, Сойдет он Под ту же Могильную сень. Слофанов. Небесная лестница. Он шел Исполненный тревог С мечтой Безмолвной И печальной. И, Утомясь Дорогой дальней, На дикий камень Он прилег, Чтобы забыть О сном минутном. И видит он В видении Смутном Разверса Бархатный Черток Небес Глубоких И оттуда, Как струны, Брызнули лучи Светлее Краша Изумруда И ослепительной Парчи. И видит он Как из лучей Соткались Пышные ступени. Он видит Лестницу. По ней Снуют Божественные Тени. Весь Чистый Рой Небесных Сил. Весь Рой В одеждах Белотканных, В венцах Из роз Благоуханных Души Мира Икодил. И там На пурпурной Вершине В румяной Дымке Облаков Создатель Неба И пустыни. Он Сам Бессмертный Саваоф. Под ним Рассыпались Покорно Созвездий Бисерные Зерна. И кольца Радуга Гневых Над головой Его повисли, Как сны Безгрешные, Как мысли Его Фантазий Неземных. И Слышит Путник От Вершины Донесся Голос Неземной. Так Шелестят Листвы Афины Пред Набегающей Грозой. Тебе, Израиль, Отдаю Я Все Эти Мирные Места, Где Ныне Бродишь Ты, Кочуя, Как Своевольная Мечта. И Без Заката До Востока Простор И Гладь Моих Пустынь. От Ныне Смело И Широко Ты Здесь Шатры Свои Роски. Твое Умножу Я Потомство, Как Аравийские Пески, И Злые Козни Верломства Не Сокрушат Его Полки. Так Рек Творец Небес И Моря Создатель Света И Пустынь И Камни Грянули Аминь Его Словам Небесным Сторя. Чумина Молитва Иакова Я Жил У Лавана Богатого Ныне Спешу Возвратиться В Отчизн Мою. Я Много Добра Приобрел На Чужбине. Все Есть У Меня И Рабы И Рабы Но Я Пред Тобой Как Проситель Стою. Страшась И Желая Свидания С Братом Так Молвил Иаков Кисаву Послав. И Вестник Его Возвратился С Закатом Сказав Что Столпою Идет К ним Исав. Смутился Иаков И Вспомнен Кручиной И Надвое Свой Разделил Караван. Меж Тем Опустилась Ночь Над Долиной Из Синих Холмов Заклубился Туман. И Пал Он Во мраке Ночном На Колено И Богу Отцов С Упованием Взывал О Боже Чья Милость Ко Мне Неизменно Не Ты Левочизну Меня Призывал В пустыне Безводной Ты Был Мне Вожатым Среди Отдаленных Неведомых Стран И По Суху Я Перешел И Ордам Седротом Великим Твоим И Богатым Нет Меры По Кровам Своим Осеня Спаси Же И Ныне Отмщения Исава Лишенного Мною Священного Права Отмщения Брата Помилуй Меня Во Гневе Ему Незнакома Пощада Меня Устрашает Исава Приход Боюсь Что Погибнут И Матерь И Чадо И С Ними Прервется Якова Род Но Боже Прощай Мое Вероломство Раскаяние Ведя Мое И Тоску Сказал Ты Бесчисленным Будет Потомство Твое Уподобясь Морскому Песку Лавров Яков Борется С Богом Прохладой Повеяло В воздухе Знойном Заснул Караван На Натслеге Покойном Оселась Поднятая Овцами Пыль В петли С дитями Заснул Арахиль Один Лишь Иаков Спокойств И ночи Сном Сладким Ненежит Усталые Очи Волне Не Тревожен Чего-то Он Ждет И слышит Яков Что Кто-то Идет Неведомый Кто-то Но Грозный И мощный И с ним Начинает Борьбу В час Полночный И ночью Вот Предвестница Дня И Должен Теперь Отпустить Ты Меня И Шепчет Иаков И вспомнил Смирение Я Жду Твоего Ныне Благословения Даруй 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 мне Его И Смиренной Мольбой Готов Я Склониться В тот Миг Пред Тобой Как Имя Твое Я Иаков В пустыне Израилем Будешь Ты Звать Отныне Ты С Богом Боролся И Будешь Людей Всегда Побеждать Мощной Силой Своей Полонский Хромой С Богом Боролся Во сне Сын Исаака Иаков И Бога Не мог Даже Во сне Побороть Он И Стал От Того Хромонок Я Жа Борюсь На Его Только Не С Богом С Земной Природой Его С Не Устанно Борюсь Я И Стал Хромонок От Того Не На Одних Помочах С Детства Водила Меня Эта Грубая Мать Нет Она Била Знобила Язвила Учила Страдать И Отравляла Она Кровь Мою Прежде чем Думу Мою Отравить И Распаляла Мечты Мои Прежде чем Мог Я Любить С Юности Жизнь Облача В Ярко Обманчивый В Радужно Светлый Покров Прячет Она Под Душистыми Розами Иглы Шипов Вдаль Увлекает Меня Но На пути К идеалам Прекрасным Моим Чутил Каких Моим Все Ставит Противных Бездущим Своим Чтоб Изнемог Я И Пал Или Чтоб Жизнь Миновал Я Бесследно Как Тень Неспосылает Болезни И Тяжку И Сонную Лень Израиля Тревожных Вестей Пришел За Израилем Мститель В Египте Теперь Моисей Господь Повелел И Тогда Моисей Саароном Явясь Во дворец И Представ Пред Самим Фараоном Просили Его Отпустить Их Народ Но Грозным Отказом Ответил Властитель Суровый И Волю Свершая Пославшего Ихи Еговы Тут Выступил Брат Моисея Вперед Он Кинул Свой Жезл И Увидела Свита Бледнее Как Брошенный Жезл Превратился В Громадного Змея Своим Мудрецам Заклинанием Имеющим Дар Послал Фараон И Стеклись Они Отовсюду И Каждый Из них Подражая Великому Чуду Свершил То же Самое Силою Чар И Царь Торжествуя Взирал На Вождей Иудеев Но Жезл Ааронов Пожрал Превращенные В Змеев Жезлы Посрамленных Волхвов И Знаменье Видя Но Сильной Гордыней Своей Упорствовал Царь Как о том Возвестил Моисею Господь Господь Саваоф Фрук Дитя На Ниле Дитя Откровения На Нильских Волнах Взгляните Какая Великая Сила На Морская Свершина Стена И Сходящей Что Держит Он В мощных Руках Он Видит Раздолье Пустыни Горючей Безбрежные Росыпи Желтых Песков Толпа Изможденная Жаждой Жгучей Ревет И клокочет Волной Кипучей Среди Обветшалых Убогих Шатров Проклятия Скинания Вопли Укоры Отчаянием Злобой Горящие Взоры Последний Упрек На Засохших Губах Последняя Дрожь В искаженных Чертах Но Кто Он Тот Муж На Скалу Восходящий Он Посох Подземлет Он Двинул Рукой И Хлынулись Степи Пустыни Палящей Прохладные Воды Обильной Рекой Дорогой Широкой Потоком Победным Текут Эти Воды У Нильских Берегов Средь Зарослей Темных Речных Тростников Челнок Одинокий Сиянии Бледном Взгляните Челнетом Утлом И Бедном Свобода И Правда Грядущих Веков Мэй Пустынный Ключ Таких Чудес Не слыхано Доныне Днем Облако А ночью Столб Огня Вслед за Собой Толпу Несметную Маня Несутся Над песком Зыбучим По пустыне И Богом Вдохновлен Маститый Вождь Ведет В обетованный Край Свои Избранный Народ Но Мы во имя Он знает Сравнин Моавицких К закату Склонялось Алмазным Потоком Било оно По сверкающей Глади Ордана Розовым Бархатом Зыблились Долы Сарона В блеске Прощальных Лучей Голубою Громадой Вышился Стройный Кормил Над Цветущей Езиной Ширь Галаада Раздольного Взор Утомляла Справа Теряясь В долинах Далекого Дана Слева В тумане Встававшим Над озером Мертвым Далее Горы Ефремовы Степи Озеры Крайне Фалимов Со смежной Землей Моносийской Красная Рост И песчаной Пустыни Энгеди Снежные Гребни Ливана Под хмурым Навесом Кедровых Боров Зеленые Зыбкие Купы Пальм И маслин Ирихонских Живые Изгибы Горных Потоков Серебристые Гривы Фонтанов Сколько Чарующих Красок Причудливых Линей Отблесков Ярких Теней Очертаний Узоров С громким Рыданием Подобно Ребенку Невольно Пал на колени Великий Божественный Старец Господи Горько Воскликнул Господи Правый Смилуйся Я не хочу Умереть Не ступивши Старой Ногой Своей Зарубеж Заповедной Цели Всей Жизни Моей Всех Надежд И Стремлений Дай Омыть Мне Седые Столетние Кудри Струйкой Кристальной В заветных Стремнинах Ярдана Дай Мне Упиться Прохладой Дремучей Дубравы Дай Подышать На Свободе Пусть Ветер Вечерний Кротким Дыханием Ласково Тихо Обвеет Старую Грудь Опаленную Зноем Пустыни Смилуйся Праведный Смилуйся Божий Великий День Хоть Один За Тяжелые Долгие Годы Смертный Раздался В ответ Ему Голос Нагорный Смертный